И сегодня я хочу поделиться словом, которое я назвал «Двери и ключи». Скажи «Двери и ключи». Это такое, как духовные такие прообразы. Откройте книгу «Откровение» третью главу. Не так давно я молился, поклонялся Богу, я размышлял, и Господь дал мне такое, знаете, такие три духовные картины, три духовных образа. Когда Господь что-то показывает тебе в духе, это, знаешь, не то, что ты себе нафантазировал или придумал, но Господь, Он приоткрывает Своё Слово, и Он подтверждает духовным образом каким-то, ну, ты просто видишь это в духе. И три картины. Такая первая картина «Открыта дверь», я вот так вижу «Открыта дверь», и люди находятся рядом с этой дверью, что-то просят у Господа. Я мысленно обратился к Богу, и Бог сказал мне, что «Открытые двери» — это те возможности, которые отдал для народа моего. А люди, которые у этих дверей находятся, они не входят в эти обетования, они продолжают молиться тогда, когда надо уже входить, просто входить. Вторая картина, которую я увидел, я увидел закрытые двери, и также увидел людей рядом с этими дверями, с сумками через плечо. Я обратился к Богу умысленно, и Господь сказал мне, «Закрытые двери — это мои обетования, которые даны для моего народа, а в сумках у них, у нас с вами есть ключи. И порой Господь ожидает, чтобы мы некоторые двери, которые даны нам как обетования, чтобы мы с вами открывали. Мы должны пользоваться ключами, знать, какие двери какими ключами открываются». И третья картина, которую я увидел, это были также открытые двери, и люди стояли на порога дверей. Они понимали, что двери открыты, они понимали, что есть возможности. Но по какой-то причине, из-за страха, по причине неверия или еще чего-то, они так и не решались входить в эти двери. И в книге «Откровение» здесь, в 7 стихе, в 3 главе, я хочу прочитать два стиха. Откровение 3, 7, 8. «Ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Вот если бы Господь сказал, вот ты какой сильный. Вы знаете, порой мы немного имеем силы, но если мы сохраняем слово, сохраняем верность, мы должны с вами понимать, есть двери, которые Бог открыл, и никто не сможет закрыть их. Знаете почему? Есть двери, которые открываются ключом, который в руках нашего Господа Иисуса Христа. И Он никому не доверяет эти ключи. Это ключи от ада и смерти. Господь Иисус что сделал? Он закрыл ад и преисподнюю на крепкий замок для Божьего народа. Иисус открыл вход в Царствие Небесное для всех, кто верует в Него. И эти ключи от ада и смерти, они исключительные ключи. Они находятся только в руках нашего Господа Иисуса Христа. Поэтому никто из людей не может решать, кому в ад пойти, кому в рай пойти. Никто это не может решать. Это будет решать Бог. Это будет решать Судья правильный. Иисус Христос. Но в Матфея, в 16 главе, давайте мы откроем Матфея 16 главу. Прочитаю 18-19 стих. Я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Это не значит, что мы что захотели, и теперь Господь должен это подтвердить и благословить. Нет. Но я хочу сказать вот такую мысль. То, что было сказано Петру, я верю, что это имеет отношение и к нам также. Не только Петру даны ключи, не только апостолу Павлу или другим апостолам. Ключи от Царства Небесного, они даны церкви. Кроме ключей, которые находятся у Иисуса Христа, есть ключи у церкви. Есть ключи у верующих людей. Мы должны знать эти ключи и знать, как открываются определенные двери. Во 2-й постальник Коринфянам, в 1-20 написано, что все обетования, скажи, все обетования во Христе Иисусе, да? Они да и что? Аминь. Все. Не только спасение, не только прощение грехов, не только исцеление, но все обетования. И по поводу семьи, и по поводу финансов, и по поводу восполнения твоих нужд, все обетования, они во Христе Иисусе для нас. Да и аминь. Славу Божию. Через кого? Через нас. Скажи, через нас. То есть, мы должны принимать определенное участие в том, чтобы открывать двери, чтобы эти обетования, которые для нас, да и аминь, осуществились. И вот, что я увидел. Я увидел, что люди ждут, когда Бог сам все откроет. Есть двери, которые Он уже открыл, и никто не закроет их. Но есть двери, которые мы должны открывать теми ключами, которые дал нам Бог. Давайте мы поговорим сегодня об этих дверях, об этих Божьих обетованиях. Есть, знаете, двери, которые вообще практически легко открываются. Вот я когда в деревне жил, у нас многие дома вообще на ключ не закрывались. Бывает, к дому я прихожу, мой дом, вот дверь, у двери лопата вот так. Ну и все, дверь закрыта. Дома нету никого. Все понятно. Знаете, а когда у кого-то есть в доме имущество и богатство, и какие-то сокровища, что-то ценное, то такие двери закрываются тщательно, и очень крепкие запоры, замки делаются. Так вот, Иисус нам дал ключи, чтобы мы открывали двери и входили в обетование. Какие-то ключи. Какие-то ключи. Поклонение Богу открывает нам небо. Поклонение открывает нам сердце Божье. Написано о Давиде, что он муж по сердцу Божьему. Сердце Давида – это ключ для сердца Бога. Ты хочешь, чтобы Божье сердце к тебе было открыто? Поклоняйся ему. Сердце Давида – ключ к сердцу Бога. Поклонение – ключ к открытым небесам. Это очень важный ключ, братья и сестры. Следующий ключ, который может быть – это молитва. Скажи молитва. Знаете, люди порой перестают молиться, потому что молятся, молятся, и ничего не происходит. Я хочу сказать, братья и сестры, молитву придумали не люди, не проповедники, не пасторы, не служители. Молитву придумал Бог. Это Он нам сказал – молитесь, чтобы пришло Царствие. Молитесь, чтобы исполнилась воля. Это Он нам сказал – просите, и дано будет вам. Продолжай молиться, и продолжай просить, и продолжай ожидать. Твоя молитва, она откроет многие двери перед тобой. Скажи аминь. Еще хороший ключ – это пост. Хочу спросить, кто из вас постится в эти дни? Ну, хоть как-то. Хоть как-то, да? Хоть как-то постимся. Пост – это сильный ключ. Но надо иметь откровение о посте. Обратите внимание, что когда в Библии мы видим посты, когда люди постились, Бог всегда реагировал на правильный пост. Я хочу повторить это еще раз. Бог всегда реагирует на правильный пост. Если твой пост Господу угоден, всегда откроются двери перед тобой. Ты веришь в это? Всегда это будет. Посмотри в Библии, это всегда происходит. Даже когда нечестивый Ахав, написано, что Ахав нечестивый, он смирился, он пошел в пост, он смирился, и Господь отменил свой приговор, который Он сказал в отношении Ахава. И Он сказал, смотрите, как этот нечестивый человек, Он смирился передо мной. И Он отменил приговор. Через пост Бог отменяет приговор. Он меняет жизнь, Он меняет историю. И ключ новой истории – это пост. Для чего постился Даниил? У него не было проблем. У него все хорошо было со здоровьем. По крайней мере, мы не считаем, что у него проблемы были со здоровьем. Позиция, должность, признание, финансы – все бы у него было. Чего человеку не хватало. Но Даниил изучал Священное Писание. Представляете, он читал Библию, и ему стало непонятно одно место. Иеремию, по-моему, читал, и непонятно место стало. И он пошел в пост для того, чтобы его разуметь, чтобы понять. Представляете, да, причина, почему он пошел в пост? Чтобы понять. И он не знал, на сколько он дней пойдет в пост. Он просто пошел в пост до тех пор, пока не поймет, пока ему не откроется это слово. Он решил, я буду поститься до тех пор, пока я не получу откровения. И он постился 21 день. И самое важное в посте – это богоискание и смирение. Скажи, смирение. Если мы просто ограничили себя в пище, мы ограничили себя в чем-то, это неплохо. Но в посте важно смирение и богоискание. И обратите внимание, везде, где пост угодный Богу, везде, где Бог реагирует на пост и открывает двери, неотъемлемая часть – это всегда смирение человека. Это не то, что Бог делает, смиряя человека, но то, что человек делает сам, когда он сам себя смиряет, сам себя ограничивает. Как написано об Иисусе Христе, смирил сам себя, себя самого смирил. С Новоходоносором была такая история. Он гордый, он такой, знаете, сам о себе такого мнения. Его Господь предупредил. Написано, что Бог давал Новоходоносору испытательный срок. Он ему год давал для того, чтобы одуматься. И Новоходоносор так и не одумался и превратился в животное. Пока не исполнились все эти, знаете, нехорошие пророчества в его жизни. Но написано, что когда закончилось это время, животный образа жизни, написано, что он смирился, он поднял свои глаза к Богу, и он стал провозглашать владычество Божье в своей жизни. Смирение, скажи смирение, это сильный ключ, чтобы получить благодать, чтобы получить благословение, чтобы Божья воля осуществлялась в своей жизни. Смирение открывает многие двери перед тобой, потому что написано, что гордым людям сам Бог противится. Тут не в дьяволе дело, но сам Бог начинает противиться человеку гордому, а смиренному дает благодать. Поэтому пост это смирение, когда мы смиряемся перед Богом, не перед дьяволом, не перед обстоятельствами, не перед проблемами, не перед болезнями, не перед недостатком, не перед трудностями, но перед Богом мы смиряемся. у пророка Ионы был интересный пост в черепе кита. Три дня и три ночи. И он там смирился. Ну, знаете, когда обстоятельства такие, что в черепе кита, ну, конечно, уже понятно, что надо смириться. Но я вам хочу сказать, что люди, находясь в сложных обстоятельствах, могут даже просто опустить руки и не смиряться. Если бы Иона не покаялся, не смирился, он бы там погиб в черепе кита. Ну, может быть, и не погиб бы. Но у него был выбор. Либо как вся плотва, вся там скумбрия, что там в желудке у кита, вся эта, чем они питаются, водоросли там, планктон там, что у него там в желудке. Вся эта компашка, она двигалась вообще в другом направлении, естественным путем, куда их несло, они туда и шли. Но когда Иона покаялся и смирился во время поста, он вызвал Господу, и Бог дал ему сверхъестественный выход, открыл дверь сверхъестественным образом. Скажи, сверхъестественно. Потому что через рот это неестественно. Естественно это вообще в другую сторону. А через рот это сверхъестественно. Это необычно. Поэтому покаяние и смирение открывают перед тобой двери сверхъестественно. Скажи, аминь. Даже в сложных обстоятельствах жизни, когда ты не видишь выхода, покаяние и смирение Бог видит. И открывает дверь сверхъестественно. Давайте откроем Ездру. Тоже у Ездры, представляете, Господь открыл такие возможности. Возможности дали письмам поддержки, все милость, благоволение в глазах царя, дали золото и серебро из храма, чтобы им пойти отстраивать Иерусалим, храм и так дальше. И в восьмой главе, 21 стиха. «И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться, скажи, чтобы смириться, чтобы смириться перед лицом Бога нашего и просить у Него благополучного пути для себя и для детей наших и для всего имущества нашего, так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врагов на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих, к Нему есть благодеющая, а на всех оставляющих Его могущество, Его и гнев Его. И так мы постились и просили Бога нашего об этом, и Он услышал нас». Вот интересная ситуация. Ездра перед царем стоял, он свидетельствовал и говорил, «Наш Бог всемогущий, Он нас сохранит». И Он открыл нам двери, чтобы идти этим путем, исполнять Божью волю, отстраивать город, отстраивать храм. И знаете, что царь дал? Золото, серебро. Это целые, знаете, повозки, телеги, сокровищ. И когда они уже собрались в путь, они поняли, а путь-то наш будет опасный, потому что много разбойников на пути, у нас золото, серебро. Знаете, когда ты идешь по городу, и у тебя миллион долларов, да хотя бы миллион рублей просто. Тревожно, нет вам? Ну, кому-то не тревожно, а кому-то тревожно. Ну ладно, 10 миллионов в пакетике. Ты идешь с пакетиком, там 10 миллионов. И вдруг так оказалось, что люди, которые вокруг тебя, вдруг как-то случайно узнают, что у тебя в пакетике 10 миллионов. Ну, то есть тебе вообще становится, да, как бы это, ну, надо как-то быстрее что-то делать. А тут, представляете, золото, серебро, много сокровищ. И они, до них доходят, нам нужна защита, охрана, нам спецназ нужен. А ему товарищи говорят, так ты попросил царя. Он говорит, ребята, мне стыдно. Я же вчера свидетельствовал. Я же вчера хвалился Господом Богом. Я же вчера говорил, что на нас рука благодеющая, и Бог сохранит нас в пути. Нам не нужна никакая охрана. Бог наша защита, охрана. А потом, на следующий день, ой-ой-ой, надо было попросить, но уже не хочу. И знаете что? Он сказал, давайте пойдем в пост. Но мне вот что интересно, написано, что мы постились на берегу реки, и Бог услышал нас. У меня вопрос, а как Ездра понял, что Бог его услышал? Как он это понял? Что его пост принят? Что Бог его услышал? Смирение. Скажи смирение. Они смирились пред Богом. И когда ты смирился пред Богом, внутри себя, в своем сердце, ты будешь иметь свидетельство от Бога. Что твой пост принят. Что Бог принял твое смирение. Что Бог, Он тебе внутри даст это свидетельство. Он даст тебе этот мир Божий. Ты внутри себя получишь эту уверенность, что все будет хорошо. Скажи, все будет хорошо с моей жизнью. Все будет хорошо с моей семьей. Все будет хорошо с моими финансами. Все будет хорошо с моим бизнесом. Все будет хорошо с моим служением. Все хорошо будет с моими детьми. Все будет хорошо, потому что ты смиряешься пред Богом, и рука благодеющая над тобой, это есть помощь от Господа. Он с тобой. Он прокладывает тебе путь. Если мы во время поста смиряемся пред Богом, все будет хорошо. И знаете, там все было хорошо. Ни разбойники, ни бандиты, ни рикетиры, ни приставы, ни коллекторы. Никто не мог как-то повлиять. Дьявол не смог. Вы знаете, что в духовном мире существует заговор против церкви. Мы просто не знаем, нам не открыто. Но в духовном мире идет противостояние. Царство тьмы атакует церковь, служителей. Почему важно молиться за постарей, служителей? Потому что в царстве тьмы идет противостояние. Когда мы читаем о посте Даниила, нам открывается занавес, нам немножко приоткрывается эта картина духовного противостояния. Но Бог нам не открывает подробности этого заговора. Нам оно не нужно. Но мы должны понимать, что этот заговор, он есть. И дьявол, он сражается со святыми, он ведет войну со святыми, пытаясь привнести грехи или беззаконие, или принести страхи, разрушить веру. В ситуации, помните, когда был такой Валаам? Кто помнит про Валаама? И вот его Валаак нанял. Почему он его нанял? Потому что этот Валаам, он был такой, знаете, реально такой, но есть реальные колдуны просто. Он его не просто так нанял, ему денег заплатил, потому что кого он благословлял, тот благословел. Кого проклинал, тот проклят был. И Валаак его нанял. Но Валаам ничего не смог сделать. Вот против всех народов получалось, против Божьего народа не получилось. Не сработало его проклятие. Возможно, Бог сегодня говорит кому-то, ты свободен уже от проклятия, и незаслуженное проклятие, оно тебе не сбудется, потому что вывел тебя Бог уже от проклятия и ввел благословение. Знаешь, что сделал Иисус? Он сказал, я есть дверь, чтобы и входить, и выходить. Иисус есть дверь, чтобы мы вышли от смерти в жизнь, от проклятия в благословение, чтобы мы вышли от болезни в здоровье, чтобы мы вышли от бедности и нищеты в достаток и обеспечение. Он есть выход, и Он есть дверь. Но порой в духовном мире идет противостояние, чтобы эти обетования не исполнились в твоей и моей жизни. Но что интересно, народ, народ Божий, они шли, они были не в курсе про Валака, про Валама, про эти заговоры, что там происходит, благословение, там проклятие, там что-то, какие-то манипуляции, какое-то колдовство. Им это было не открыто, и это было им не нужно. Они просто шли за Господом, и все было хорошо, потому что Божья рука благодеющая была над ними. Тебе не надо пытаться вторгаться в какие-то сферы духовные, и все там понимать. Не обязательно это. Будь с Иисусом, и все будет хорошо. Скажи аминь. И у нас есть ключи. Поклонение, молитва, пост, смирение. Есть хороший ключ, называется власть в имени Иисуса Христа. Это хороший, мощный ключ. Зачем нам Господь дал власть? Чтобы мы пользовались этой властью. Чтобы мы не просто знали, что у нас есть этот ключ. Мы должны пользоваться этой властью. Это власть не над людьми. Это власть над болезнями, над бесами, над демонами. И Господь сказал, ты будешь наступать на змей, на скорпионов, и на всю силу вражью, и ничто не повредит тебе. Скажи, ничто мне не повредит. Потому что я буду наступать на змей, на скорпионов, на аспида и василиска наступишь, и попирать будешь и льва, и дракона. Потому что у тебя есть власть, надо пользоваться этой властью. И когда ты используешь власть, перед тобой открываются двери. Ты отпускаешь измученных на свободу. Темницы открываются. Заключенные, связанные грехом, связанные дьяволом, они получают свободу. И эту свободу приносишь ты, потому что ты применяешь эту власть, которую дал тебе Господь Бог. Двери и ключи. Скажи, двери и ключи. Есть двери, которые Бог открыл. Я буду молиться сегодня, чтобы Бог открыл наши глаза, чтобы мы увидели эти открытые двери. Я буду молиться сегодня, чтобы Господь открыл наши глаза, чтобы мы увидели ключи, которые у нас есть уже. Я буду молиться, чтобы Бог открыл наши духовные уши, чтобы нам слышать голос Божий и понимать то направление, в котором мы должны с вами идти. Я хочу сказать об одной очень важной двери, которую мы должны с вами открыть. Это дверь твоего и моего сердца. Эта дверь, братья и сестры, она открывается изнутри. Это важная дверь. Откровение 3.20. Мы сегодня из уст детей слышали этот текст. «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним. И буду вечерять с ним. И он со мною». Двери сердца. Твое сердце открывается изнутри. Братья и сестры, давайте мы научимся открывать наши сердца для Бога, чтобы быть способными открывать наши сердца для людей. Бог желает научить нас подбирать ключики к сердцам жен, к сердцам мужей, к сердцам детей, к сердцам родных и близких. Но вначале мы должны научиться открывать свои сердца для Бога. Открыть сердце изнутри. Открыть сердце для общения с ним. Общение с Богом – это не только что-то говорить ему. Общение с Богом – это слушать от него. это вечерять с ним, это быть с ним, общаться с ним. Сердце открывается изнутри. Сердце – это дверь. Мы решаем, открыть эту дверь или не открыть. И вот такая иллюстрация интересна, что Господь, что Господь, Он рядом, Он стучится, и мы голос слышим, но мы решение принимаем, открыть или не открыть. Я верю, что Бог в последние дни желает изливать от Своего Духа на Свой народ, но люди, которые не хотят наполняться Духом Божьим, они не будут сильно эффективными для Царства Небесного. Такие люди не подойдут для пробуждения, для служения. Бог будет использовать людей, которые научились исполняться Святым Духом, которые научились открывать свое сердце для того, чтобы наполняться Духом Божьим. И сегодня есть у Церкви все. Бог послал Святого Духа Церкви. Господь дал откровение Церкви о крещении Духом Святым, о говорении на иных языках, о том, чтобы исполняться. Но мы с вами принимаем решение, открывать сердце для Духа Божьего или нет. Поэтому, когда мы открываем свое сердце, чтобы снова и снова наполняться Святым Духом, Господь откроет перед тобой новые двери, откроет перед тобой новые возможности. Скажите, исполняться Святым Духом – это сложная задача? Это легко это или просто? Как у вас? Исполняться Святым Духом несложно, но еще проще – не исполняться им. Уделить один час времени в день для того, чтобы быть с Богом, пребывать в слове, пребывать в молитве – это несложно, но еще проще не уделять время. Молиться Богу – это несложно, но проще не молиться. Намного проще в соцсетях проводить время, намного проще в развлечениях проводить время. Поэтому это всегда выбор человека – исполняться Духом Святым или нет. Если мы, как верующие люди, Святым Духом не исполняемся, мы не идем из-за этого в ад. Мы должны понять это. Мы не идем в ад, потому что мы спасены по благодати двери. Господь открыл нам. Мы рождены от Бога для этой новой духовной жизни. Но можно жить по плоти, а можно жить по Духу. Можно исполняться Духом, можно не исполняться Духом. Поэтому это такой вызов нам, христианам, когда мы молимся, мы хотим, чтобы Бог что-то делал, пробуждение, что-то особенное в наших церквях, в наших городах. Господь говорит – исполняйся Духом Святым. Потому что, когда мы наполняемся Святым Духом, нам открываются ресурсы Божьи, нам открываются двери для Божьей силы, нам открываются двери для даров Духа Святого, нам открываются двери в Божью славу, нам открываются двери для новой меры помазания. И это выбор, это желание человека. Недавно, слава Богу, до морозов, такая ситуация была в доме. У нас отопление. И моторчик там вышел из строя, ну, решили поменять, поменяли моторчик. Система все равно не работает. Как нужно не работает. Батареи чуть тепленькие. Ну, хорошо еще до морозов. Помните морозы, да, какие были? И я думаю – как так? И мне такие мысли начали приходить. Наверное, что-то с котлом не то. Котлу уже шестой год, наверное, уже не то. Наверное, моторчик, знаете, стал осуждать моторчик. Моторчик, наверное, бракованным какой-то. Моторчик. Мадеин Раша. Наверное, моторчик что-то не то. Воды нету. Знаете, чуть тепленькое, знаете, такое все. Но мне умные люди подсказали. Слушай, может быть, у тебя там фильтр загрязнился и воздушные пробки в системе. И вот я спросил, что делать. Мне сказали, что сделать. Фильтр почистил. Я все моторчики, там какая скорость была, я просто включил на полную мощь все моторчики. И первое время, знаете, первое время ничего не происходило. Но со временем, то есть в течение там день-два, все воздушные пробки, которые там были в системе, они собрались с самой верхней точки. И все, что мне нужно было, осталось просто там кранчик откручить, воздух выпустить. И пришла жара. Аллилуйя. Пришло тепло. Все, знаете, я так подумал, в нашей с вами духовной системе. Мы можем что-то думать, что-то силы нет, что-то, наверное, вот это, то любви нет, там этого нет, помазания нет. Где чудеса, где чего. Слушай, прочистите духовную систему свою. Выпусти все воздушные пробки. Убери ты этот шлак, хлам ты всякий, убери. Все нормально своим газовым котлом. Все нормально. Все, сила есть. Сила есть. Помазание есть. Все нормально. Но воздушные пробки, они мешают этой силе двигаться в твоей жизни, в твоем сосуде, в твоем канале. Ты как проводник Божьей силы. Так, смотри. А кто понимает? Ну ладно, тогда продолжим. Двери, ключи и отопительная система, воздушные пробки. Ты был в церкви, да? В чем проповедь была? Двери, ключи, отопительная система, отмычки и ключи-вездеходы. Есть ключи-вездеходы, кстати. Вы знаете, от любой домофон на двери подходят. Два ключика. Хотите секрет? Два ключика, два ключа дать. Вера и любовь, ключи-вездеходы. От любой двери подходят. Вера и все открывается. Любовь везде, все проникает, все открывается. Любовь, ключик к любому сердцу. Ключик к мужу, ключик к жене, ключик к детям, ключик к пастору, ключик к работодателю, к соседям. Даже к коту твоему упрямому, все равно ключик к любовь. Халлалюя. Слава Иисусу Христу. Порой некоторые не воспринимают, знаете, по поводу финансового благополучия. Господь, дай деньги, дай деньги, дай деньги, дай деньги. Но эта дверь, она открывается, знаете, каким ключом? Запомните, дверь финансового благополучия открывается, знаете, каким ключом? Жертва и даяние. Хочешь войти в это обетование, много жертвуй, много давай, много сей, и ты войдешь в эту дверь и пажать найдешь, скажи аминь. Сложно вам жертвовать, давать? Оно несложно, но еще проще не давать, правильно? Еще проще не делать ничего, сидеть просто так, ждать Господь, открой дверь, и Он их открыл. Ждать, когда Бог откроет дверь, и Он говорит, ты сам их открывай. Но хочу напомнить вам историю, Иисус говорил историю о двух сыновьях, и отец, блудный сын, да, или любящий отец. Кто верит, что вот этот отец в той притче, это прообраз нашего небесного отца? Это прообраз нашего небесного отца. И вот младший сын, чего ему не хватало? Папа такой хороший, ну может с братом там конфликты. Ну бывает у братьев, да, ну братьев что там, все. У братьев всегда-всегда-всегда все одно и то же. Что у братьев, кто больше, кто меньше, ты давай младше, ты давай туда, самую грязную работу, может быть, заставлял его старший как-то там его, не знаю. Но решил, ну знаете, вот, жил-жил человек, ну что-то ему какая-то, знаете, загоношился весь, куда-то собрался куда-то, что тебе не живется? Церковь хорошая, ячейка нормальная, в семье все хорошо. Куда ты собрался, что тебе, какая тебе муха укусила? Что у тебя, куда ты, что-то надо ему стало? Что-то куда-то идти, куда-то ехать, что-то делать. Сиди спокойно, нормально же, все хорошо, мне что-то надо. В дом отца двери открыты и на вход, и на выход. Вход свободный, в церковь, в царство Божие, в дом отца. Но младший сын решил на выход. Пойду своим путем, в далекую страну. И вы знаете, да, что потом произошло? Свинячая корыта, конкуренция со свиньями за еду, там все, знаете, состязания, там все. Он смотрелся, все его попробовал, перепробовал, покаялся, решил вернуться. Слава Богу, скажи, слава Богу. Он вернулся. И все радовались, папа радовался, гости радовались, вся деревня гуляет. Есть один нерадостный, это старший брат. Все вошли в дом пира, все вошли в этот праздник. Все вошли в Божью славу, все вошли в Божье присутствие. А старший брат не вошел, знаете почему? Обиделся на отца. Огорчение и обида. Это закрытые двери. Озлобившийся брат, озлобившаяся сестра. Это закрытые двери, Писание говорит. Написано, что запоры крепкие. Озлобившийся брат. Сердце огорченное, закрытое для Бога. Закрытое от отца. Не важно, какие у тебя отношения с братьями и сестрами, никогда не обижайся на Бога Отца. Открой свое сердце для отца. Он дал тебе место за праздничным столом. Он дал тебе место посреди святых. Он посадил тебя рядом с остальными помазанниками. Он тебя избрал, чтобы ты был в его доме и чтобы ты разделял его радость. А старший брат, хороший такой, знаете, брат. Он хороший. Он на работу ходил. Он в поле ходил. Папа говорит, ты чего такой несчастный? Ты такой трудяга, работяга, такой несчастный. Вот я тут работаю на тебя. А вон тот, вон твой сын. Прогулял, набродился, находился, пришел. Ты ему и персень дал. И одежду дал, и помазание дал, и власть ему дал, и позицию ему дал. Вон он какой счастливый. А я, ты мне даже козленка не дал. Сынок, ты чего, все это время за козленка тут? Ты за козленка все это? Что, серьезно, из-за козленка? А как же я? А как же наши с тобой отношения? Сынок, я твой отец. Ты чего, все это время за козленка? И знаете, вот эта обида, обида на Бога, она проецируется на людей. Обида на людей проецируется на Бога. Сердца отчужденные и закрытые становятся. Драгоценные. Давайте начнем с того, чтобы открывать свое сердце для Бога. Если мы откроем свое сердце для отца, если мы откроем свое сердце для Бога, чтобы быть в его общении не ради козленка, да ему не жалко козленка. Отец ему там говорит, ты бы попросил, сынок, я бы тебе дал козленка. Но я хочу, чтобы ты был со мной не ради козленка. На шашлыки не позвали. Вот проблема, да? Обиделся. Праздник по-любому будет. Радость, она есть, халилюя. Но надо в нее войти через дверь. Если обида мешает, покайся. В деревне, где я жил, у нас была кошка, ее звали Муська. И вот у нее такое место было. У дверей, кстати. Место у дверей. И она там когти всегда точила. И вот с годами эта Муська, она там когти точит, всю краску содрала, знаете, там уже такие борзды на этих косяках. Все добила там, содрала за годы. И вот она там точит, 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 точит. Я так подумал, вот обида, знаете, вот это непрощение. В сердце человека, в душе, это как Муська такая, знаете. Вот она живет там и просто кровоточит душа. Нарежет и режет. Царапает и царапает. Изгони вон в эту Муську. Значит, зачем она тебе нужна? В этом году проживем без Муськи. Халилюя. В этот год примирения проживем без Муськи. Халилюя. И систему всю продавим духовную. И будем ходить в силе, скажи Аминь. И последнюю, предпоследнюю иллюстрацию. Песнь песней. Вот тоже интересно. Песнь песней. Там, знаете, там про отношения мужчин и женщин, конечно, но там есть духовные прообразы. Мы же взрослые люди с вами, да? Отношения церкви и Христа. Жених и невеста. И вот когда о возлюбленном, это Иешуа, это Иисус. Когда возлюбленная, это церковь, это ты и я. Так вот, в третьей главе написано, она ищет. Она ищет возлюбленного. Она говорит, где вы не видели моего возлюбленного, которого любит душа моя. Вот она его и ищет. Такая любовь, такая романтика. Она его находит. Она говорит, ой, я нашла моего возлюбленного. Она ухватилась за него. В четвертой главе он ей такие комплименты ей выдает. Ты такая прекрасная. Ты такая вообще любимая моя, благословенная такая. Нету просто, никто не сравнится с тобой. Такая любовь, такая романтика. А в пятой главе, интересно, такой фрагмент, такая сцена, интересно. Пятая глава, с третьего стиха. Я скинул лохитон мой. Как же? Давайте со второго. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя, потому что голова моя вся покрыта росою, кудри моей, ночной влагою. А она говорит, я скинул лохитон мой. Как же мне опять надеть его? Я омыла ноги мои. Как же мне опять мрать их? Возлюбленный мой, представьте, возлюбленный мой протянул, руку свою сквозь дверь, сквозь скважину. Внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отбереть возлюбленному моему. С рук моих капало мира, с перстов моих мира капало на ручке замка. Отперла я возлюбленному моему. А возлюбленный мой повернулся и ушел. Занавес закрывается. И потом она пошла искать его уже по-другому. Не так все просто было. Когда отперла, ну, поздно доперла, понимаете. Пропустила. Что такое? Ну, слушай, стучится возлюбленный. Он же возлюбленный. Так я уже хитон скинула. Что мне теперь? Опять одевать его? А я уже ноги помыла. Опять марать, потом опять мыть. Потом, ой, что-то у меня служение такое коснулось меня как-то. Ну, ладно. Пойду. Отворю. Отворила. А он развернулся и ушел. Опять искать. Опять пост. Опять молиться. Опять на утренние, ночные молитвы ходить. Везде на всех служениях быть, на всех ячейках. Опять надо искать. И знаете, нам нужно понимать, когда Иисус у двери, и когда мы слышим Его голос, и когда Он стучится, лучше это, ну, сразу. Ничего, что хитон. Ничего страшного, что ноги еще раз поможешь. Разве это так важно, когда сам возлюбленный к тебе? Некоторые люди говорят, я вот что-то все уже не чувствую так Бога. Знаешь что? Когда ты любишь кого-то, тебе не надо. Чтобы тебя кто-то заставлял быть с этим человеком, которого ты любишь. Тебе не нужно уговаривать быть с ним. Тебе не нужно как-то подпинывать. Ты когда любишь кого-то, для тебя естественно желание быть с ним, так или нет. Никакого давления, не ради чего-то, не ради козленка, не ради теленка, не ради благословения. Просто быть с ним. Ты хочешь, потому что ты его любишь. А что касается чувств, если ты будешь проводить время с ним, чувства вернутся, ты проводи время с ним без чувств. Ты все равно проводи время с ним. Ты все равно открываешь свое сердце для него. Влюбишься в него по-новому, втрескаешься по уши. Ты влюбишься в него, ты будь с ним. Ты еще время будь с ним. И пусть это хит он этот, понимаешь. Соцсети твои, сериалы твои там что. Ну, уже пресловутые, уже такие вещи, да, мы говорим во время каждого поста, наверное, да. Но будь с ним. Если он твой возлюбленный, если он тот, кого любит твоя душа, тогда будь с ним. И когда ты откроешь свое сердце для него, ты увидишь те двери, которые он открыл для тебя. Когда ты откроешь свое сердце для него, ты поймешь, как открывать сердце людей. Ты поймешь, как иметь мир в отношениях с другими людьми. Когда ты будешь получать этот мир Божий, это внутреннее свидетельство от него в своем сердце, в этих отношениях, ты обретешь новый опыт и новый навык. И ты будешь видеть свою жизнь по-другому. Ты будешь видеть ни по плоти, ни человеческими глазами. Когда ты с ним, ты будешь смотреть через него. Ты будешь смотреть через призму этих отношений с ним. Твой взгляд будет через небеса на землю. Вы знаете, что с небес земля, она меньше. Когда с небес земля меньше, и проблемы меньше, и все меньше. Когда смотришь через вечность, через небеса, через глаза Иисуса на свою ситуацию, все выглядит по-другому. Поэтому, когда мы с ним, мы понимаем, что вот то место, где мы должны быть. И знаете, что я хочу сказать? Для каждого из нас открыта дверь, чтобы быть с ним. Он открыл эти двери, и никто не закроет их. Может быть, кому-то сегодня нужно услышать, чтобы не оставлять дом отца, чтобы не оставлять семью, чтобы не оставлять служение, чтобы не оставлять общение с братьями, сестрами. А кому-то нужно услышать, вернись домой, вернись к отцу, вернись в эти отношения, вернись, исправь свои отношения с братом. Не позволь этому огорчению оставить тебя вне дома радости, вне благословений. Бог желает, чтобы мы вошли и получили все благословения, которые во Христе Иисусе для нас, да и аминь. И жизнь, и спасение, и исцеление, и благословение, и обеспечение. Все для нас, да, и все для нас, аминь, через нас. Есть ключи, которыми открываются эти двери. И сегодня я хотел помолиться вместе с вами, чтобы Бог открыл наши духовные глаза, чтобы Он просветил очередь сердца, чтобы мы увидели те двери, которые уже открыты. Чтобы мы это увидели глазами веры, чтобы мы это увидели, чтобы пришло это откровение. Я хочу помолиться, чтобы Господь показал на те ключи, которыми мы должны пользоваться. И особенно я чувствую, что во время поста важно смирение. Смирение пред Богом. Я хочу помолиться, чтобы Господь сделал кого-то смелым, чтобы входить в двери, которые открыты. И ты стоишь у порога, и ты думаешь, идти или не идти. Правильный ответ – идти. Не бойся, Бог будет с тобой. В жизни народа израильского была ситуация, когда умер Моисей, и Бог обратился к Иисусу Навину, и говорит, Моисей, раб мой, умер. И все плакали, у всех траур. Но Бог, Он не плакал. Бог, Он не горевал, а Моисей. Знаете почему? Потому что Он знал, где Моисей. Мы должны видеть не земным, а небесным. Не по плоти, но по духу. И когда мы открываем наши сердца, чтобы исполняться Духом Божьим, наш взгляд на нашу жизнь, на проблемы, все меняется. Мы видим себя по-другому. Когда человек принял алкоголь, например, ему не надо всем рассказывать, что он принял алкоголь. Мы и так это видим. Когда человек наполненный Духом Святым, ему не надо рассказывать, что он наполненный Духом Святым. Все видят, что он наполненный Духом Святым. Ты можешь жить по духу, можешь жить по плоти. Вы как хотите, я по духу хочу. Как исполняться Духом Святым? Песни петь Богу, время с Ним проводить, в Слове Божьем проводить, в молитве быть, в общении с Духом Святым быть. Пастор, а мне больно, у меня проблемы, мне даже, я даже молиться не могу. Молись через боль. Да мне не до песен, пой через боль. Знаешь, что? Твоя боль, она кратковременно, она скоро пройдет. Твое страдание, оно кратковременно, когда смотришь на невидимое, а не на видимое. Когда смотришь на невидимое, твоя боль, твоя страдание, оно кратковременно будет. Знаешь, почему? Потому что Бог сокрушит сатану под твоими ногами скоро. Он поднимет тебя над болью. Он поднимет тебя над твоей проблемой. Он поднимет тебя над твоими обстоятельствами. Он поднимет тебя над твоим совершенствами. Он сделает тебя не хвостом, а головой, скажи, аминь. Скажи, я больше никогда не буду хвостом. Повернись в соседу, скажи, я не хвост, я голова. Очень приятно. Бог это сделает. А некоторые привыкли быть хвостом. Ой, хвостом так удобно. Как плантон с чревикой-то. Все по течению. Все как все. Ты не такой, как все. Ты не такой, как все. Ты иного духа. Ты из нового завета. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя, Аллилуйя. И когда мы исполняемся Духом Святым. Аллилуйя, Аллилуйя. Простые люди становятся необычными. Обычные становятся необычными. Слава Господу, слава Господу. Закрой свои глаза. Поговори о чем-то с Богом, о твоем возвращении к Нему. Если тебе нужно вернуться к отцу в сердце своем, не для кого-то, не для пастора, не для родственников, для самого себя, скажи, я возвращаюсь к тебе, отец. Если ты в доме отца, ты в служении, но ты не с отцом, ты не в общении, ты потерял эту близость, скажи, я возвращаюсь. Эти двери открыты для тебя. Приходи к Нему. Приходи к Нему. Приходи к Нему. Все обетования, которые дал тебе Бог во Христе Иисусе, они дай аминь. Бог открыл двери перед тобой, и никто не закроет их. И Он дал тебе ключи входить в эти обетования, которые дал тебе Бог. Халилюйя. Халилюйя. Спасибо тебе, Господь. Халилюйя. Двери и ключи. Двери и ключи. Ключи от обетований. Ключи от Царства Небесного. Ключи от Сердца Божьего. Ключи от Сердца Человеческого. Есть в твоей руке ключи, чтобы открывать сердца. Твое поклонение открывает небо. Твое поклонение открывает Сердце Божье. Твое поклонение, твое смирение. Твоя молитва, она услышана Господом. Твоя вера производит чудеса. Во имя Иисуса проси сегодня, чтобы видеть. Проси видеть, чтобы в этом году ты видел новые возможности от Господа. Проси видеть, то, что Бог приготовил для тебя в этом году, как для мужа, как отца, как для жены, как для матери, как служителя, как для бизнесмена. Не проси денег, не проси чудес. Проси видеть и чудеса, и знамения, и финансовое обеспечение будет следовать за тобой во имя Иисуса Христа с 1 января и по 31 декабря 23 года. Бог будет заботиться о тебе, Он будет наблюдать за тобой, и Он будет вести тебя с тобой, Господь. Аллилуйя. Если ты имеешь Слово, ты имеешь обетование, ты имеешь откровение, сегодня высвобождаю это. Меняй свою историю, меняй свою судьбу посредством Слова, которое ты высвобождаешь во имя Иисуса Христа. Скажи, я перешел от смерти в жизнь. Скажи, я больше не проклятый, я благословенный. Скажи, я никогда не буду бедным, потому что Господь благословил меня. И благословение на голове праведника, богатство, изобилие в доме праведника во имя Иисуса Христа. Скажи, ранами Иисуса, я исцелен. Скажи, я имею ум Христов, я имею мир Божий, и тот, кто во мне пребывает, больше того, кто в мире. Скажи, я получил праведность и восстановление от Господа по благодати. Я получил Божью силу. Я имею власть наступать на змей-скорпионов и на всю силу вражью. Я новый человек, чтобы жить новой жизнью, чтобы входить в новые земли, чтобы входить в новые двери во имя Иисуса Христа. Скажи, я могу угошать раскаленные стрелы лукавого щитом веры, который дал мне Бог. Скажи, я наследник, сонаследник Божий. Я верю в того, кто просил меня и возлюбил меня. Он помогает мне все преодолевать. Я стал сопричастником Божеского естества. Я храм Духа Святого, и мое тело это то место, где живет Бог. Я искуплен от проклятия для новой духовной жизни и для благословений. Скажи, я сораспялся со Христом, я погребен со Христом, я воскрес со Христом и посажен Одесной Отца на небеса. Начни видеть это в Духе. Это духовный образ, это картина успеха для тебя во имя Иисуса. Отрекись от всякой картины поражения в своем разуме. Бог видит тебя по-другому. Он видит тебя благословенным. Он видит тебя в Божьей славе. Он видит тебя проводником Его силы. Он видит тебя служителем. Он видит тебя помазанником. Он видит тебя в мире Божьем и в радости рядом с Ним. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Господь, спасибо тебе. Скажи, уже не я живу, но живет во мне Христос. Сатана не имеет власти надо мной и не прикасается ко мне, потому что я храню себя непорочным в этом мире. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы поднимемся. И мы сейчас будем поклоняться. Пусть это будет короткое время, какое-то время богоискания. Богоискания. Ищи того, кого ты любишь. И в этот момент Святой Дух будет наполнять твое сердце. Когда ты ищешь того, кого любит душа твоя, в этот момент, когда твои взоры на Него, когда твои взгляды на Него, отвлекись от твоей проблемы, отвлекись от твоей боли, отвлекись от твоей скорби, отвлекись от твоего страдания, отвлекись от болезненного процесса очищения на лозе. Смотри на плод, смотри на цель, смотри на результат, смотри в вере на то, что Бог делает, что Он будет производить в твоей жизни. Не фокусируйся на твоем испытании, не фокусируйся на твоих симптомах, не концентрируйся на твоем недостатке. Ищи Его, ищи возлюбленного твоего, ищи того, старайся быть с тем, кого любит душа твоя, старайся идти к Нему, и Дух Святой, Он будет наполнять твое сердце, Он будет наполнять тебя, и твоя жизнь, она будет возрастать духовно. Во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, молись духом и молись умом, наполняйся духом Божьим, наполняйся духом Божьим, наполняйся духом Божьим. На этом месте, в этой горнице, Бог наполняет сердца, Он изглевает своего духа, когда мы поклоняемся Ему, когда мы прославляем Его, когда мы ищем Его, Он наполняет твое сердце, и твоя духовная система очистится, и воздушные пробки исчезнут, и сила Божья увеличится в твоей жизни, и твоя иммунная система, и твоя нервная система, твоя эмоциональная система, и твои отношения в семье изменятся от Духа Святого, потому что это и есть ключ к силе, это ключ к тому, чтобы Царство Божие утверждалось через себя во имя Иисуса Христа. Молись, церковь, молись, 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 ищи его, ищи, басандарабарок оши. Это надо тебе, это для тебя, это для тебя, чтобы ты был счастлив, чтобы ты был благословен, чтобы перед тобой открылись новые двери, чтобы перед тобой открылись новые возможности, чтобы тебе были доверены новые ключи. Молись ему, ищи его, приближайся к нему, ищи его всем сердцем, ищи его своим естеством, жажди его. Нет ничего дороже, нет ничего важнее. Халлилуйя, Халлилуйя, Халлилуйя. Ишуа, Ишуа, возлюбленный наш. Ишуа, 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 Ишуа. Скажи, мой возлюбленный, Иисус, я люблю тебя Скажи, Отец, я люблю тебя Скажи, Дух Святой, я люблю тебя Скажи, ты мой возлюбленный Ты тот, кого я жажду Ты тот, кого я ищу в этой жизни Ты тот, кого любит душа моя Мой возлюбленный Как прекрасен Ты Среди Тысяч Подними руки, Господи И Тысяч Люби Иисуса Мой возлюбленный Как прекрасен Ты Среди Тысяч И Тысяч Мой возлюбленный Как прекрасен Ты Среди Тысяч Мой возлюбленный Мой возлюбленный Как прекрасен Ты Среди Тысяч И Тысяч Ищу Слава Божья наполняет это место Присутствие Святого Духа пронизывает Наши души Он касается Твоей внутренности Он любит Тебя И Ты драгоценен для Него Ищу Мой любви Иисус Мой любви Иисус Ищу А Давайте еще раз поем Возлюбленный Давайте еще раз Возлюбленный Как прекрасен Ты Среди Тысяч И Тысяч И Тысяч Мой возлюбленный С любовью С любовью Поклоняйся Среди Тысяч И Тысяч Мой возлюбленный Как прекрасен Ты Среди Тысяч И Тысяч Возвращайся к Нему Возвращайся Есть место для Тебя Есть место на празднике жизни Он приготовил для пир Для Тебя пир Для Твоей души Он приготовил радость И мир для Тебя Он приготовил много Духовных благословений Много благословений Для Твоей семьи много благословений в твоей жизни. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Осознай, что Он сейчас здесь, в Своей силе, в Своем Царстве, в Своей славе. Входи в Его Царство, входи в Его силу, входи в Его славу, входи в Его обетование, входи в веру по имя Иисуса. Принимай, 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 веру и принимай, что Слово Его истина. Принимай Своё исцеление, принимай свободу от всякого угнетения, принимай Божий мир, принимай его радость, принимай свое сердце, принимай свою жизнь для своей семьи, для своих детей, принимай во имя Иисуса Христа. По имя Иисуса будут разрушены всякие препятствия на твоем пути. Пусть откроются двери, пусть сломаются запоры, пусть сокрушатся замки, пусть откроются ворота, пусть откроются новые возможности для тебя в этом году, для твоей жизни, для твоего служения, для твоего бизнеса, для твоих детей. Пусть откроются многие двери для миссии, пусть откроются во имя Иисуса, во имя Иисуса, для исполненных Духа Святого веры, для исполненных силы Божьей, откроются новые двери для благовестия, для служения. Во имя Иисуса Бог поднимет тебя над проблемами, Бог поднимет тебя над суетой, Бог поднимет тебя над твоей скорбью, Бог поднимет тебя и поставит тебя выше твоей боли, выше Он поставит тебя. Во имя Иисуса, Он видит смирение, Он видит сокрушение, Он видит жажду, и Он сам тебя поднимет. В этом году ожидай возвышения, Он сделает тебя головой, Он сделает тебя человеком успеха, Он сделает тебя благословенным, и ты увидишь, как исполнится пророчество, и ты увидишь, как исполнится обетование, и ты увидишь, как благословения, которые ты ждешь долго, они будут приходить в твою жизнь во имя Иисуса. Это сделает Бог, это сделает Тот, Кого ты любишь, это сделает Тот, Кого ты ищешь, это сделает Тот, Кому ты поклоняешься, это сделает Тот, за Кем ты следуешь, это сделает Тот, Чью волю ты исполняешь, это сделает Тот, перед Кем ты смиряешься, это Он дает тебе возможности, это Он твой обеспечитель, это Он твой целитель, это Он твой освободитель. Во имя Иисуса! 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 Возлюбленный, я тебе дороже, ты такой прекрасный, ты такой милостивый Господь, никто никогда не сравнится с тобой, ты один такой, нет никого другого, Нам не нужен никто другой Нам не нужна другая жизнь Нам не нужна другая судьба Нам не нужен другой путь Нам неинтересно, как живет этот мир Нам интересно быть с тобой Нам интересно исполнять твою волю Нам интересно пользоваться твоими возможностями Нам интересно видеть твои чудеса Мы хотим меняться до бесконечности Мы хотим преображаться снова и снова В наших помышлениях, в нашем характере Пока не придем в Твое Царствие, мы будем меняться Мы будем преображаться Мы не будем останавливаться Мы будем взирать на славу Господню И преображаться в образ Божий Как от Господня Духа это сделает Бог Аллилуйя, аллилуйя Во имя Иисуса Прямо сейчас я связываю Духа страха, дух боя из них Именем Иисуса Именем Иисуса Бог говорит сегодня кому-то Не бойся, все будет хорошо Иди вперед И Господь укрепит тебя и поддержит тебя Не бойся, будь смелым, будь твердым Будь мужественным Смело иди вперед В этом году Бог тебя не оставит Аллилуйя, аллилуйя Аллилуйя, не бойся дьявола Не бойся трудностей Не бойся проблем Не бойся процессов Не бойся испытаний Смело двигайся Смело иди вперед Смело действуй Смело служи Смело стой на Его обетованиях И сила Божья И полнота Божья И огонь Божий Он наполнит тебя Во имя Иисуса Во имя Иисуса Во имя Иисуса Я молюсь, Боже, помоги Избавиться от обиды Пусть идет всякое непрощение Всякое огорчение Пусть идет всякая обида Во имя Иисуса Господь, ты видишь Тех людей, которые обижаются На тебя, огорчаются Господи, твоя любовь Пусть исцелит эти души Ты видишь, Господь Проблемы во взаимоотношениях Между мужьями, женами Родителями или детьми Пусть придет мир Божий Мир Божий Пусть придет в этот год примирения Пусть будет твердый Надежный мир В каждой семье Господь Во всех взаимоотношениях В командах В служениях На ячейках В репцентрах В собраниях В дружбе Прочный, надежный мир Мир Божий Да придет Во имя Иисуса Христа Халлелуйя Халлелуйя Да благословит тебя Господь И сохранит тебя Да презрит на тебя Господь Святым лицом своему И помилует тебя Да обратит Господь Лицо своем на тебя И даст тебе мир Скажи, я принимаю мир Божий Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Аминь Дайте славу Господу Халлелуйя Иисус, Иисус Достоин ты Господь Халлелуйя Достоин ты Приняй всю славу Всю славу Всю хвалу И честь И величие Аминь 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 Я хочу сегодня Предложить тебе Помолиться Такой молитвой Хочу предложить Выйти на эту сцену Чтобы мы совершили Эту молитву Мы все это делали И Примириться с Господом Не упусти свой шанс Не ищи Какой-то другой Новой возможности Ее может просто не быть Зачем Откладывать на завтра То Что можно сделать сегодня Сделай это сегодня Если ты такой человек Ты желаешь Чтобы Бог простил тебя Все твои грехи Я верю Я знаю Что Бог Хочет это сделать сегодня Я знаю Что есть такие люди В этом зале Там где ты есть Дай нам знать Подними свою руку Будь смелым Не бойся Не переживай Подними свою руку Подними свою руку Если ты желаешь Чтобы Бог Он простил тебя И благословил тебя Если рядом с вами Такие люди Кто поднял руку Кто стесняется Есть Есть Вы смелый человек Ждем вас Придите Мы помолимся Не бойтесь Приходите Еще есть Может быть вы подросток Вам 15 лет Родители не препятствуйте Детям приходить Если вы подросток И вам 15 лет Что-то около этого Вы также можете прийти И сегодня примириться С Господом Слава Иисусу Давайте будем приветствовать Молодой человек Идиот Анна и Людя Слава Богу Господь Спасибо тебе Также я хочу обратиться К тем кто с нами В онлайн В эфире Мы будем сейчас Говорить слова молитвы Вы повторяйте эту молитву Вместе с нами В слух И я знаю что Господь Он услышит вас Придите Просто нужно Оставить свое место И прийти Это не сложно Приходите Оставь свое место Оставь свое место Беги к Иисусу Беги к Иисусу Беги к Иисусу Мы зовем к Иисусу Беги к Иисусу Только Он прощает Халлелуйя Только Он прощает Только Его кровь очищает Халлелуйя 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 Слава Господу слава господу халилю и считала боники слава иисусу что будем знакомиться как вас зовут очень приятно я буду говорить слова молитвы повторяйте пожалуйста это молитву слух хорошо александра софия можно закрыть глаза тес небесный я обращаюсь тебе во имя иисуса христа твоего сына прости меня прямо сейчас вводи мое сердце спаси мою душу и сохрани меня для царства небесного благослови меня в моей жизни помоги мне понимать исполнять твою волю я обещаю что всю славу буду воздавать только тебе одному и больше никому во имя бога отца и бога сына и бога святого духа во имя иисуса христа аминь мы помолимся за господь мы благодарим тебя за александра господь спасибо тебе господь что ты сохранил его господь до этого времени господь и во имя иисуса христа отдали я благодарю 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 тебе господь спасибо тебе тебе спасибо тебе она я вижу погоны но это вот не просто пошла должность есть определенную духовенное предназначения для вашей жизни. Чтобы вы служили Господу в армии Иисуса Христа, служить Ему. Господь избрал вас и сохранил вас, чтобы вы были Его воином, чтобы вы вели служение и народ Божий. Господь, я благодарю тебе. Господь, спасибо тебе за Софию, Господь. Молимся, Господь, чтобы ты благословил ее во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь, чтобы ты, Божья, даровала ей, Господь, крыльями веры. Я молюсь, чтобы она поднималась, Господь Божий, на Твои высоты, чтобы она научилась парить, чтобы она научилась понимать потоки духа, чтобы она, Боже, имела сердце, чувствительное к голосу Божьему, чтобы она имела сердце, чувствительное к Духу Твоему. И благослови ее, Господь, во всех делах, в учебе, в служении, дай дружбу в церкви. И благослови ее, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы поздравляем вас. Будьте благословенны. У нас есть подарки для вас. И мы хотим с вами познакомиться, дружить, общаться и помогать. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, вы можете задавать. Пожалуйста. Слава Богу. Скажи, слава Богу. Слава Иисусу Христу.